В эфире новости Дагестана. Меня зовут Фатима Баталибова. Здравствуйте. И вначале коротко о главных темах. Ифтар для врачей. В одном из банкетных залов Муфтиад в Республике организовал мероприятие для медиков, отличившихся во время пандемии. Прямой эфир с президентом. Эту речь, которую я произнес, и те изменения, которые произошли, они очень, конечно же, дорогого стоят и очень серьезно повлияют на всю текущую, на меньшую установку Республики. Программа о формировании комфортной городской среды дошла и до Махачкалинского пляжа. Какие работы планируются в зоне отдыха горожан и гостей столицы, расскажем в выпуске. Самые такие предложения от жителей было. В центре сделают зонтик. Это поломанной рукой кончил этот рисунок. Начал рисовать эти рисунки, и у меня получилось. Талант у всех возраст и покорный. 90-летняя художница Асяд Идрисова начала рисовать всего лишь несколько лет назад, но уже провела персональную выставку. Дагестанец из Манчестера. Молодой боец Мухаммад Макаев мечтает покорить UFC. Спортсмен, проживающий в Англии, впервые приехал на родину за последние 10 лет. Зачем, узнаем в спортивном блоке новостей. Муфтиад Дагестана организовал праздничный ифтар для врачей Махачкалы, которые в период пандемии боролись за жизни людей. Мероприятие посетил духовный лидер мусульман республики шейх Ахмад Афанди и министр здравоохранения региона. Подробности в сюжете Хамзанру Магамедова. Банкетный зал Европы. Сотни приглашенных. Здесь и главные врачи, и медицинский персонал столичных больниц. Спасибо. Спасибо за то, что не бросили больных. Главные слова этого вечера. Много лет назад мы были в Москве на приеме у врача Ахмада Афанди. Это был врач дагестанец. Они очень прекрасно провели прием, обследование. Я спросила у него, почему здесь, в Москве, в Питере, дагестанские врачи, они такие серьезные, такие ответственные. Вы же тот же мединститут заканчиваете, в том же Дагестане выросли. А у нас в Дагестане такие же врачи, как вы здесь. Он сказал, ну они такие же, просто здесь ответственности больше. Здесь, если совершить какую-то даже маленькую ошибку, маленький промах, пациенты более требовательные, более настойчивые. А в Дагестане как-то, ну люди верующие, они всегда говорят, ну на все воля вла. Как случилось, так случилось. И как-то меньше требуют, меньше спрашивают. Нет худа без добра, говорят. И вот эти годы пандемии, они показали, что нет. Дагестанские, дагестанские врачи, они ответственные везде. И в Махачкале, и в Москве, и в Питере, где бы они ни находились. Поэтому низкий поклон вам всем. Мероприятие почти в самуфтише Ахмад Афади. Все прекрасно помнят, как два года назад именно его обращение к руководителю страны стало причиной улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Прямой эфир с президентом. Эту речь, которую Ахмад Афади произнес, и те изменения, которые произошли, они очень, конечно же, дорогого стоят и очень серьезно повлияют на всю текущую, на меньшую страну, к республике. И мы не справили медики этого тоже. Мы это знаем. А что касается фонда Инсан, он действительно очень нам помогает. Помогает в тех вопросах, которых иногда мы не можем решить. Это экстренные вопросы. Вопросы, связанные с закупкой того или иного лекарственного препарата, когда мы должны соблюсти нормы закона. И они нам помогают до следующего лечения. Они помогают в транспортировке тяжелых больных, когда мы продаем медицинское сопровождение. Они помогают пациентам поверить в жизнь. Они помогают вернуться к жизни. За что им большое спасибо. Ифтар для медработников получился действительно праздничным. Для гостей звучали наши доизвестных исполнителей. А студенты медколледжа Мини Башларова показали сценки о георгическом подвиге врачей, работавших в красной зоне. Как медицинском, например, перчатках вверх в тонкую попасть? Это же нереально. Хотя кому сейчас легко? Целью сегодняшнего нашего мероприятия была именно выразить благодарность врачам, которые вот эти тяжелые минуты боролись за жизнь нашей атакой дистанции. Показать то, что мы это не забыли, что мы это ценим, помним и мы их уважаем. По наступлению времени вечерние молитвы гости приступили к трапезе. Праздничное мероприятие завершилось молитвой, с которой обратился Муфти Республики. Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора предупреждает о новых правилах подачи документов на продукцию. В связи с принятием постановления правительства России об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году на период с 21 марта до 1 сентября вводится временная схема декларирования продукции. По этой схеме декларация оформляется на партию или единицу товара. Максимальный срок действия документа – 6 месяцев. Заявителями могут быть индивидуальные предприниматели и юридические лица, а именно изготовители, уполномоченные иностранным изготовителем лица и дилеры. В связи с принятием постановления правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года за номером 353 об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году на период с 21 марта до 1 сентября 2022 года упрощен процесс подтверждения соответствия вводится временная схема декларирования продукции. По этой схеме декларация оформляется на партию или единицу товара. Максимальный срок действия декларации – 6 месяцев. Также постановлением автоматически продлен на 12 месяцев сроки действия сертификатов соответствия и декларации о соответствии на серийную продукцию. Еще одно смертельное ДТП. Водитель машины «Лада Ларгус» выехал на полосу встречного движения на автодороге «Кавказ» и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2101 под управлением 48-летнего жителя села Кайке. Последний от полученных травм скончался на месте. Городской пляж Махачкалы будет обновлен в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он набрал наибольшее количество голосов в ходе общественного голосования, которое проходило в прошлом году. Ознакомиться с планом предстоящих работ ранним утром на место прибыла представительная делегация мэрии Махачкалы во главе с Салманом Дадаевым. Здесь ночью не бывает светящих людей. Мы делаем только тротуары, пешеходные зоны, освещение, так? И ремонт, портфорная стена, ремонт ногомоя. Восстановление, строительство души, получается. Ну, не строительство, а устройство души. Самые такие предложения от жителей было в центре сделать зонти. Центральные, получается, навесы под демонтаж. И посмотреть, рассчитать по квадратуре, какую температуру мы пускаем по донтике. Соответственно, какое нормативное расстояние между ними должно быть. Ненужные, устаревшие морально и технически эти элементы ремонтировать. По ступеням, там, где недостаточно ступеней нормативных, там у них шаксу есть, получается. Это восстановить. По такой ключ. Нестандартные урны убрать, шагу много меньше. Еще урны добавить. Акцент при ремонте пляжа будет сделан на комплексное благоустройство. В порядок приведут не только единичные участки, а всю территорию. Помимо обновленной тротуарной плитки, здесь появятся деревянные настилы, солнцезащитные зонтики. Обновят скамейки, установят дополнительные урны, освещение и озеленение. А также заменят тротуарную плитку. Работы по благоустройству городского пляжа начнутся в ближайшие дни. Общегородской субботник пройдет в Махачкале 30 апреля. Мэрия города приглашает махачкалинцев и гостей столицы поддержать инициативу по наведению чистоты и порядка на прилегающих территориях к местам жительства, работы, учебы. А также в общественных местах, парках, скверах и аллеях. Никогда не погаснет. В преддверии Дня Победы на 17 мемориалах «Вечный огонь» в Дагестане прошли технические работы. Подробнее о всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», которую проводит группа «Газпром Межрегионгаз» в Дагестане уже много лет в материале моих коллег. Вот так происходит перенос вечного огня на временное горение в специальную лампу. Ни на секунду символ вечной памяти не гасит. После проверки герметичности запорной арматуры и очистки от мусора огонь вернут на прежнюю позицию. К слову, пламя должно быть не красным и оранжевым, как мы привыкли видеть, а от прозрачного до голубого цвета. Тогда можно считать, что техобслуживание проведено по всем нормам и правилам. Она со временем накапливается накид на газогорелках. Раз в полгода нужно провести техническое обслуживание, чтобы горелки горели нормально с одним поломеном. Но сейчас, после проведения технического обслуживания, так и будет, будет гореть с одним поломеном. Техобслуживание газового оборудования на мемориалах, по словам специалистов, работа не такая легкая, как кажется на первый взгляд. Процедура может занимать у бригады от трех до шести часов. Здесь необходимо демонтировать самую звезду, отнести, то есть отодвинуть от места горения и потом ее на место поставить. Но есть проблемы, связанные с тем, что есть мемориалы, где невозможно сделать демонтаж. И при проведении технического обслуживания возникают сложности именно очистки от мусора и проведения продувки форсунки газового оборудования внутри звезды. Проблема в том, что большое количество мусора мы вытаскиваем и сложность в том, что очень бывает сложно в горячей звезде, где как минимум должно настыть, вытаскивать этот мусор. То есть мы туда применяем проволоки для того, чтобы могли зацепить тот или иной мусор. Но бывает сложно, что там бывают еще стеклянные бутылки. Это очень сложно тоже опять-таки вытаскивать. Стоит отметить, что уже много лет группа компаний «Газпром Межрегионгаз» в Дагестане делают эту работу из благих побуждений на добровольной основе. До начала торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы и в период их проведения, газовые службы также организовали постоянное дежурство бригад аварийной службы у памятников. В зоне эксплуатационной ответственности нашей компании находится 19 вечных огней, расположенных на всей территории республики. И это уже давно стало ежегодной традицией проводить такое торжественное техническое обслуживание этих огней. Этой обязанности у «Газпрома» нет. Естественно, мы это делаем все добровольно. Мы, конечно, поддерживаем, безусловно, этот праздник. Я думаю, что каждый житель республики, нашей страны, он остается неравнодушным к этому дню, к этой вечной памяти наших предков, поскольку это коснулось каждого. Теперь отблески мемориалов осталось окрасить. Но в целом проведенные мероприятия обеспечат надежную, безаварийную работу систем вечного огня, куда уже на Парад Победы 9 мая тысячи дагестанцев придут возложить цветы. С днём Победы поставляю! Безусловно, я желаю, что воды никогда не знаю бы. Лариана Шемхалаева, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ Махачкала. Тропинки жизни Асиад Исхубара. В рамках проекта Республиканского дома народного творчества «Самородки» в Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова открылась персональная выставка самодетельной художницы Асиад Идрисовой. Но примечательно другое. Скоро Идрисовой исполняется 90 лет, а рисовать она начала всего несколько лет назад. С поздним творчеством уникального автора познакомилась Малика Курбанова. Зелёные склоны, цветущие луга, пасущиеся отары. И пусть в её рисунках, вопреки профессиональным канонам, нарушено всякое правдоподобие, но зато они заставляют улыбаться. Работы бабушки Асиад возвращают зрителя в детство. Возможно, талант так и остался бы нераскрытым, если бы не болезнь. Сегодня она вспоминает, с чего всё началось. Сначала поломалась нога, значит, не надо ходить. Потом поломала рука. Это поломанной рукой кончила я этот рисунок. Начала рисовать эти рисунки, и у меня получилось. Я начала горы, ручейки, и с тех пор до сегодняшнего дня. В портфолио удивительной художницы сотни работ. Судьба Асиад Идрисовой схожа со многими горянками её лет. Она была старшей среди пяти детей, когда отца не стало, пришлось помогать маме заботиться о младших. Так тяжёлое детство формировало характер. Она и её сёстры были первыми девочками из Алатавии, окончившими интернат горянок в чеченском селе Видыно. После учёбы поступила в Хосаёртовское педучилище и 40 лет работала учителем аварского языка в сёлах Инчхаях, Хабур. Да, это наивное искусство. Да, это взгляд именно нашей Асиад. Можно где-то не соглашаться с её представлениями о людях, но тем не менее, вот не любить её за то, что она так видит жизнь и так её показывает, наверное, невозможно. Мы очень благодарны этим людям, потому что они многое делают для нашего Дагестана. Они показывают, как в жизни можно себя реализовать, как можно по-настоящему любить жизнь, как можно по-настоящему любить свой народ, как можно его обогащать. В экспозиции представлено более 60 работ автора, на которых изображены портреты деятелей Дагестана, героев Великой Отечественной войны, пейзажи, отражающие красоту и неповторимость родного края. Впервые, правда, я участвую на выставке, где 90 лет человек организовывал выставку. Это впервые в моей жизни. В 85-м году была Магомеда Джамалудина выставка, 85-летие. А 90 лет впервые. Поэтому давайте её поздравим ещё раз за сиад. Директор музея истории города Махачкалы Зарема Дадаева приходится художнице тётей. И с тех пор, как она начала рисовать, племянница ездит к ней с необходимым набором для создания новых работ, которые искусствоведы называют наивным искусством. И подчёркивают, что не каждого художника, не получившего академического образования, можно назвать наивным. Способность видеть мир глазами непосредственного ребёнка – в этом и есть вся прелесть и оригинальность. С такими вот распротёртыми объятиями ко всему миру, с какими-то шутками, улыбками, с какой-то речью, что-то на варском, что-то на русском. Это так было здорово. Но это тоже, наверное, талант – сохранить эту какую-то чистоту, непосредственность и детскость. Рисование – не единственный талант, а сиад из хабура. Выйдя на пенсию, начала вязать скатерти, пледы, шали и дарила их родным и друзьям, потом увлеклась поэзией. Поэтический дар, кстати, проявился ещё в школе, а за стихи на смерть Сталина получила гонорар – 6 рублей 80 копеек, на которые купила лекарства для больной сестры. Сегодня её произведения собраны в сборнике стихов «Тропинки жизни». Я никому ничего не говорила, что будет выставка, но эта зарема виновата. Она мне говорила, я писала, издала маленькую собаку книжечку. Это фотокнига, 100 штук выпустила, больше не надо, я сказала. Школам дала, библиотекам кому? И редко кому-то тоже. Художник видит мир и то, что не достаёт миру, чтобы стать картиной. Каждая представленная на выставке работа – отражение видения автора. За 10 лет республиканский проект «Самородки» провёл более 50 выставок, открыл в Дагестане множество талантливых самобытных художников и мастеров народных промыслов. Поиски новых талантов продолжаются. Малика Курбанова, Магомед Магомедов, ННТ Махачкала. Дагестанец из Манчестера. Боец UFC Мухаммад Макаев впервые за 10 лет приехал на родину. Здесь спортсмен уже больше двух недель тренируется в ведущих бойцовских и борцовских клубах. Макаеву всего 21 и он мечтает стать самым молодым чемпионом лиги в истории. О том, какие навыки восходящая звезда ММА оттачивает в Дагестане, узнал Курбан Рагимов. Ему слово. Этим разящим ударом в прыжке Мухаммад Макаев свалил с ног, а затем задушил своего первого соперника в UFC. Сразу после ударного дебюта уроженец Буйнакска с британским паспортом нашёл время посетить родной край. Здесь он не был 10 лет, признаётся, скучал по людям и домашней кухне. Но отдыхать времени сейчас нет. Хотел кушать дагестанскую священную колбасу. У нас как за границей, кто там привезёт священную колбасу, там одна мы можем её месяц там. Раритет, да? Да, месяц её резать по кусочкам. А здесь можно целый день накушать. Я как приехал, два-три дня там по гостям походил, понял, что я весь начну набирать, мне надо тренироваться. Нельзя вот, я понял, что столько внимания этого всего. Я знал, что меня люди поддерживают, мне надо выигрывать бои, мне нельзя расслабляться. Как сказать, в Дагестане никто не хочет задних давать. Знаешь, как устанут, но всё равно так отсоедут. Мне это нравится, это как в бою. Находясь в Дагестане, Мухаммад не мог не попасть в зал вольной борьбы. Школа Динамо, кузница борцов мирового класса. Именно здесь бойцы и все оттачивают свои борцовские навыки. Вольную борьбу специалисты считают лучшей основой для ММА. Макаев многократный чемпион Великобритании, но в Дагестане решил совершенствовать своё мастерство. Понимает, здесь всегда есть чему поучиться. Мечта о попадании на Олимпиаду не забыта, но пока у бойца другая цель. Моя цель – стать самым молодым чемпионом в Германии, потом уже вернуть. А сколько времени у тебя, чтобы осуществить эту цель? Тебе сейчас 20 лет? Да. Ещё два с половиной года у меня есть. Тренера хорошие, с парень парнями, тепло в зале. И у них что-то, техника какая-то, которую я, может, не видел. Они мне показывают, объясняют. Даже молодые ребята у меня нету. Ну, эго, как бы, гордость. И спросить, что он младше меня кого-то помогал. Покажите. То есть, все открыты для тебя? Конечно, конечно. Две тренировки в день. Одно занятие перед разговением, другое – поздно ночью. Таков график бойца в месяц Рамадан. В дагестанском филиале клуба KHK Макаева опекает Эльдар Эльдаров. Главный тренер команды уверен, сборы в Дагестане заметно улучшат навыки спортсмена. Он долго не был дома, и сейчас каждый хочет уделить внимание, пригласить к себе, как это обычно бывает. И сейчас и второй день за днём, и совмещать это с тренировками, конечно, ему нелегко, но это его отличает тоже от других. Несмотря на всю эту загруженность, встречи, он с сумкой всегда, я вижу его в городе, он после каждого мероприятия приходит в зал, отрабатывает, и, конечно, ему это на пользу пойдёт. И я думаю, сейчас самое время ему повариться в этой каше и ещё больше окрепнуть, и показать, что он не только в Европе номер один, но и он может во всём мире быть номером один. Макаев – двукратный чемпион мира среди любителей. В UFC он провёл пока один бой, уже известно имя второго соперника. 23 июля дагестанец из Манчестера встретится с 31-летним американцем Чарльзом Джонсоном. Этот поединок пройдёт в главном карде турниров Великобритании. Я как раз этого и хотел, чтобы люди вот так говорили, что он хороший, опытный, чтобы не говорили, что какой-то очередной Павел Банко, знаешь. И хороший боксёр, хороший ударник, он вроде олимпийской сборной по бегу был, ну мы же бегать там не будем, поэтому всё, что от моих силок я буду, я предложу усилий, режим, тренировки, всё, что от меня зависит, я сделаю, а там уже клетки видно будет. До боя чуть меньше трёх месяцев Макаев уже приступил к первому этапу подготовки. В Дагестане он решил остаться ещё на две недели, а уже после планирует отправиться на сборы в США. Курбан Рагимов, Юнус Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестанские инвалиды-колясочники сыграли на Кубке РФС в Сочи. Форум адаптивного футбола «Стальная воля» собрал 70 команд из 30 регионов России и Белоруссии. Футбол на электроколясках – новый вид спорта. В дебютном для себя турнире подопечные Карима Шахсаидова провели четыре игры, в двух из которых вышли победителями. Однако этого не хватило, чтобы дойти до призовой тройки. Участие в подобных турнирах в команде считают отличным направлением для социальной адаптации. Летом клуб инвалидов-колясочников планирует заявиться на чемпионат страны. И на сегодня это были все новости. Смотрите нас также в социальных сетях ВКонтакте и Яндекс.Зен. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин